Приветствую, друзья! Сегодня второй день поста. К сожалению, не удалось напрямую сделать, в записи будет вся информация. Второй день поста на соках. Я в предыдущем видео рассказывал о том, что собираюсь 3 недели поститься на соках и на жидкостях различных. И каждый день буду давать комментарии о своем самочувствии, как я себя чувствую без твердой пищи. То есть, как я уже говорил, у меня большой опыт в этом отношении. Больше 20 лет. В принципе, я начинал с одного дня, там в месяц. Как получится, особо не было ритмов, но постоянно постился. То есть, посты всегда были у меня связаны, будем так сказать, со здоровьем. То есть, покушаешь хорошо много, потом нужно как-то это самое. Или печенка заболела, чувствуется. Или там что-то такое. Ну, нормально человеческое. Вот. И постепенно, постепенно дошел до... Сейчас вот 3 недели пост. И со 100 килограммов хочу, чтобы до 86 спало. Значит, ну, второй день, как проходил второй день. Значит, с утра было, в принципе, все нормально. То есть, я, как всегда, вот, покажу молочко и томатный сочек попиваю. Вот. И, то есть, мешаю, стараюсь, чтобы как можно быстрее кишечник был опрыжнить кишечник. Да? Чтобы чистая... Чистая... Внутри все было чисто. И тогда можно уже будет на водичку переходить. И интенсивно начнется... Начнется самопожирание, будем так сказать, организмом тела. То есть... Значит, сегодня с утра как было дело? То есть, утром вполне нормально проснулся. Несколько часов провели здесь за компьютером с программой делать, которая, ну, лайв, чтобы стримы пускать более качественную. И все нормально было. Потом через часиков двенадцать это что-то так... Так, старо... Слабенько стало. Ну, и прилег. Сейчас вполне возможно поспать можно все. Пару часиков проснулся. Слабо. Такое состояние очень слабое, плохое. Вот. Но... Тело как бы оно сопротивляется. То есть... Возможно, это еще простуды, вот эти гриппы, вот эти все вирусы. Неизвестно. То есть, мы сильно об этом не заморачиваемся. Ну, и я решил сходить в магазинчик, прогулочку, сделать два километра. То есть, моя цель сбросить со ста килограммов до восьмидесяти шести и сделать это, ну, как можно интенсивнее. А это включает в себя также прогулки, прогулки на свежем воздухе. То есть, или пробежки, или физические какие-то нагрузки в это же самое время. Вот. И пошел в магазинчик, два километра песочком прошелся. Вот. Ну, и здесь, на прогулках, на прогулках, ну, пришлось выпить пивка. То есть, бутылочку пивка туда, бутылочку пивка обратно. Вот. Но это все равно, это в рамках диеты сока. Можно считать пиво за сок. Так что это не твердая пища. И, в принципе, это уже не первый раз, и я все прекрасно понимаю. Ну, вот. Ну, вот. Такое искушение было. И две бутылочки пивка выпил. Ничего страшного. Пока три дня, чистка, три-четыре дня, я так думаю, чистка желудка интенсивного идет, не желудка, а кишечника можно использовать и, ну, немножко играться такими вещами, да. То есть, жидкости, значит, есть жидкости. И пришел обратно. Ну, две бутылочки пивка, там, в течение двух-трех часов, то есть, обратно лег спать. Обратно такая слабость небольшая. Вот. Ну, проснулся, ну, все, в принципе, никаких особых ощущений таких не происходит трагически, да. То есть, это второй день не кушаешь, только сок и молочко. Ну, и вот сегодня еще пивка чуть-чуть. Ну, вот. Смысл поста. То есть, для меня пост отличается от голодовки. То есть, голодовка – это когда человек страдает. Вот пост, когда человек идет на пост, сознательно на пост, это значит, что он осознает, что он, кем он является. То есть, что он является сознанием, что он является тем, что думает и имеет то, что ходит, и то, что это самое. То есть, тело – это мы имеем это тело. То есть, это одновременно и мы – наша основа, на которой сознание держится. Но для того, чтобы поститься нормально и не испытывать каких-то страданий, нужно понять, что тело мы имеем. Мы – то, что думаем. То, что думаем. Да, вот я телу своему прихожу, сейчас подними руку тела. И оно поднимает руку. То есть, слушается мне. Я могу сказать ему, чтобы оно сделало 10 присядок. То есть, если человек ассоциирует себя с телом, то получается, что он будет лениться. А когда он с сознанием ассоциирует себя, то тогда проблем не возникает. То есть, это как хорошо выдрессированная собачка. Тело должно быть послушным и дисциплинированным. То есть, нельзя давать ему власть над своей жизнью. То есть, сознание должно быть впереди. Когда-то это было актуально, и все мои посты, голодовки, можно их назвать, они заключались только в том, чтобы, ну, как бы развить волю. То есть, вырваться из оков тела, которое пищит постоянно. Что-то хочет, что-то не хочет. Вот. Ну. Вот. А когда это уже стало нормой, оно привыкло, тело я имею в виду, к тому, что вот ничего страшного, не умирает. То есть, обычно, если человек там день не покушает, у него возникает паника, тело начинает судорожно там цепляться за свою программу, что вот не покормили в это время. Ну, со временем у меня это все то же самое было, но и прошло. То есть, постепенно, постепенно доходили доходили посты до 10 дней, потом 14 дней, потом 21 день, 28 и 42 в прошлом году тоже посидел немножко на посту. То есть, жидкость, как таковая, она в какой-то мере дает человеку. То есть, если по калориям, да, ну, здесь вот люблю такое жирненькое молочко, то помидор, сок, с него никаких калорий. А если человек не двигается и будет просто пить молоко, то возможно, что он за две недели может не сбросить вес. Поэтому молоко используем только до того момента, чтобы вот этот микс делать в желудке, который бы позволил прочищать то, чтобы как можно это все, хотя у меня особо реакции уже и нет. Молоко с томатным соком соединяются и хорошо дружат. Мне нужно большое количество, чтобы все пропихнуть. То есть, не используем таблеток, а используем только такое средство, которое продавливает, да, таким образом. То есть, еще раз повторю, что целью этого всего является именно в настоящий момент не какая-то воля. то есть, за все это время, за два, за двое суток, у меня было три момента, когда такого искушения, когда первый день, когда я прихожу, на столе лежат такие эти самые, бутербродики, там, с паштетиком, зелень что-то лежит. И у меня такое желание естественное. Я пришел так, опа, опа, это желание только до журка не потянулось. Ну, я так, оп, понял, что это самое. Вот, еще, еще один случай какой-то был. И, и еще, вот, короче, котлетик лежит, тоже посмотрел на него так, с таким этим самым желанием. Ну, ничего, то есть, в принципе, в принципе, в течение этих первых дней можно даже, допустим, помидор скушать. У меня уже лежит второй день помидор. Я вот думал, когда, когда бы, просто, чтобы он не испортился, или, что такое еще, мяенький уже. Как бы его съесть, то есть, он сочный, очень там, мало всего этого. Ну, вот, придет время, может, завтра на ужин, и этот помидорчик и скушаю. То есть, в принципе, в принципе, ничего страшного не произойдет, не происходит, когда человек не кушает. То есть, это, вся эта паника и вся, все эти концепции, которые создаются, типа, ой, будет плохо, ой, могу умереть, это все, как бы, то есть, больше связано с паникой. То есть, такая же паника, как на этом, насчет этого коронавируса. То есть, ничего страшного не произойдет. Если человек болен, ну, он болен, он умрет от естественных причин. А смысл-то нашей, вот, не было когда-то таблеток, вот, представьте себе, не было таблеток, да, не было вот этих глобальных фирм, которые нам рекламируют, что вот это, вот это, вот это, вот это нужно кушать, а этого нельзя. Даже те витамины, я про витамины уже очень много писал. То есть, даже это аферизм чистой воды. 150 лет вот эта мафия фармацевтическая, она вся взяла и создала такую научную концепцию, которая просто-напросто тут на мозгах людских сидит. То есть, даже без всяких этих сомнений, там, каких-то этих сомнений, можно сказать, что 80% всего вот этого наркотического, будем говорить, химического вот этих всех таблеток, они не обоснованы ничем. Прием этих таблеток ничем не обоснован, кроме нашими навыками и концепциями, да, и бупрома, это что-то такое, это, ну просто галима какая-то, это сам, которая продается, галиматя, которая продается без рецептов, без ничего, это плацебо, это, то есть, вообще принятый обман, ложь, абсолютно, то есть деньги, человек работает на аптеку, зачем вообще этот бизнес нужен такой огромный, если он не может помочь людям в простых вещах даже сейчас. То есть, любое заболевание, вот и даже, представьте себя теоретически, теоретически, что вот нет абсолютно никаких таблеток сейчас, раз, они исчезли, теоретически, и, что произойдет, ну ничего не произойдет, люди так же будут выздоравливать потихонечку, так же они через какое-то время произойдет, 20% естественно, естественный отбор будет, смертность больше 20%, она отойдет, естественно, его не будет, там хирургическое вмешательство, наука, как хирургия, это замечательно, это совершенство, это очень здорово, а фармакология, как таковая, 80% это развод, это шарлатанство сплошное, антибиотики, почему антибиотики так восхваляют, да потому что это антибиотики, это единственное, все, что на грибковой основе, они нашли то, что помогает телу реально бороться с опухолями и инвазиями различными, вирусными, поэтому нормально, посмотрите, посмотрите, собачка, да, или животное, вот оно заболело, вот оно где-то простудилось, вот где-то что-то случилось, оно что делает, оно ложится и отдыхает, спит, дает возможность телу самому, самому, так сказать, в спокойном ритме, спокойном, не без этого самого, излечить, справиться с проблемой возникшей, то есть это одно, второе, это дыхание, то есть чем человек глубже дышит, хотя бы несколько вдохов в день, это уже большая помощь организму, это в кислород, это добавление энергии, это человек плохо дышит, да, то есть как он дышит, дыхание как происходит, это стресс какой-то или что, человек, мышцы сжимаются, у него поверхностное дыхание появляется, то есть он полное легкие не использует, он горбится, паба-яги появляется от страха, от стресса, от негатива, так это человек нормально себя чувствует, у него полная грудь, и он дышит постоянно, и то есть есть мышиное, мышиное дыхание, и это дыхание, оно делает так, что тело постепенно, постепенно, просто-напросто загибается, отсутствие подачи кислорода клеткам, всем кислород необходим нам для жизни, для жизнедеятельности, для вывода, большая часть заболеваний связаны из-за того, что люди неправильно дышат, что они не могут дышать, скажи любому человеку, чтобы он сто раз в день глубоко вздохнул, это будет огромный труд для человека, и 99% просто не смогут этого делать, они просто им сначала будет дискомфортно глубоко дышать, у них будет страшный дискомфорт, на легкие какие-то проблемы будут возникать, а потом они будут забывать это все и обратно уйдут в жизнь, то есть лекарство, это дыхание, это одно, а второе, когда действительно приходят проблемы со здоровьем, это покой и сон, все, как можно больше спать, если человек не в растении, если он не может спать, если не может засыпать, значит проблема, ну тут вот замкнутый круг попал, все, ему нужны уже таблетки, он уже никаким образом не вылечивающийся, нам нужно не лечение, нам нужна профилактика, каждодневная профилактика, разве это сложно? если сто раз вдохнуть в день через каждый час по по пять раз, полная грудь, это что, это заменяет кучу денег выброшенные в это самое, закидываться вот этим неизвестно чем, почитать, посмотреть, у меня там что-то про витамины, из чего витамин, что это такое, даже сейчас говорить не хочу, потому что это нет смысла, вот сегодня второй день, в принципе слабость уже такая, на второй, третий, пятый день где-то примерно появляется такая слабость и нужно поспать, то есть очищение желудка, очищение кишек наших кишек, оно все, ну этот процесс идет, и спешить не надо, потому что, куда нам спешить, вообще все стараются на это самое, вот я сейчас возьму голодовку ночью сделаю, пост себе делаю, не надо никуда спешить, вот взять программу, у тебя десять лет впереди, и ты должен дать программу, через десять лет ты будешь поститься двадцать один день, допустим, через десять лет, а сейчас ты можешь один день в месяц взять в покой, когда тебе это воскресенье или там субботку, и просто-напросто на соках, потому что это интересно, во-первых, уменьшает нагрузку на желудок, и все быстренько проходит, потом уменьшает этот самый желудок, потом меньше кушать начинаешь, то есть в дальнейшем будем говорить об этом всем, как это все происходит, почему люди именно не используют то, что пост, вот мы привыкли к любезной пост, и мы вот постимся, потому что какой-то святой отец просто для своего здоровья ему голову сбрело, что ему нужно просто не кушать, потому что он вот так вот, как я, жрет, жрет, но хочется кушать, ну и классно, ну жена хорошо готовит, вообще жизнь прекрасна, но приходит момент, когда берешь, делаешь пост и очищаешься, все, потом потихонечку, потихонечку, потихонечку обратно входит в режим, такой режим, как бы он даже интереснее по жизни, чем просто постоянная такая, это хорошо, когда человек с детства приучен к ровности такой, то есть он не испытывал никогда голода, рядом с ним никто не любил пожрать, потому что все передается от родителей к детям, и тогда этот человек ровненько так пройдет, у него культура, культура существует, но у нас крестьяне, да, куда податься, кто в войну прошли, где бабушки наши так относились, к голоду относились так, поэтому у нас как бы нет выхода, или мы себя будем насиловать, или же мы просто ровно будем и доставлять себе удовольствие хорошее питание, и потом так же доставлять себе удовольствие паститься, и ничего не кушать, и тоже это очень даже кайфно, то есть нет страдания, хотя раньше было, хотя раньше было, сейчас все просто, и вот это второй день, и так каждый день я вам буду просто свои ощущения рассказывать о своих ощущениях, пока не дойду, вот на ваших глазах я не стану такой, а сейчас я еще встану на весы, чтобы посмотреть, я уже сейчас напился, сейчас встанем на весы, посмотрим, вот 99,4, успел, а уже 0 показал, в общем, 99,4, то есть это кишечник, уже 2 раза, за это самое, даже 3 сходил по большому в туалет, ну то есть пропихиваю, вот это самое, то есть это сок, это помощник золотой, не это, я люблю томатный сок, потому что остальные сладкие соки, ну как-то сладость есть сладость, а этот нейтральный, и кажется в нем вообще ничего, нет никаких витаминов, и кроме вкусовых качеств, ну не знаю, вот мне нравится, а молочко, оно для того, чтобы этот сок, как бы реакцию вступить и прочистить, и вот так, пол бутылки молока, пол бутылки сока, живут полный, и тебе уже кушать не хочется, то есть ты уже обманул организм, и все, все в порядке, а он все пропихивает, пропихивает, оно нормально, нормально, что, пойдешь по маленькому в туалет, а какая-то часть, она все-таки продавит это, и вот нужно, чтобы, ну, как можно быстрее продавило. В общем, вот такой второй день у меня был, немножко было слабости, немножко было это самое, но не, для меня вообще не критично, то есть делаешь усилия, встаешь, идешь, все, все проходит, то есть вот эта слабость, это только пищание нашего тела, мы являемся тем, что думает, и имеем свое тело, так нужно думать, и тогда пост будет для вас в радость, не сразу, предупреждаю. Всего хорошего, до следующей встречи, до завтра.